Приветствую всех у себя на канале, с вами Дориан Карнет. И в этом видео мы поговорим на такую тему, как как набрать подписчиков на своем канале. Как набрать первые тысячу подписчиков на канале, 10 тысяч, 100 тысяч, неважно. Как набрать подписчиков на канале в принципе. Я уже делал видео на подобную тему, но я решил, что надо дать еще больше советов по продвижению своего канала в массы. Так что не будем тянуть, погнали! Еще не слушай страшные истории перед сном? Хм, может стоит попробовать? Только будь аккуратнее, страшные истории вызывают дикую зависимость. Подписывайся! Все мы приходим на ютуб, так или иначе, чтобы нас смотрели. Мы хотим делиться своим творчеством с другими людьми. Просто вот у меня, допустим, раньше и сейчас все время есть желание выкладывать что-то на канал. И хочется что-то залить на канал, чтобы люди это посмотрели. Вообще хочется иногда залить полный бред на канал. Но, конечно же, приходится от этого немножко себя отговаривать. Поскольку, ну, все-таки у меня уже какая-то база подписчиков набрана в 100 тысяч подписчиков. Так вот, я уже делал видео на эту тематику, но я там затронул не все темы. И о некоторых вещах я пересмотрел свое мнение. Так что сейчас я буду дополнять мое прошлое видео. Как посмотрите этот видос, можете смело заглянуть на мой старый видос, ссылка на который будет в описании. Вы делаете видео, вы смотрите ютуберов. Я думаю, вы часто видите, как популярные ютуберы или любые вообще в принципе ютуберы, у которых много подписчиков и так далее, они просят ставить лайки на видео, просят писать какой-то комментарий, делиться этим видео и так далее. Потому что это реально помогает. Чем больше лайков на видео, чем больше комментариев на видео, тем быстрее ваше видео попадет в топы. Тем оно будет как бы ближе к топам по запросам по всей этой теме. Также если этим видео будет просто делиться в соцсетях, то люди из соцсетей будут переходить на наш ютуб канал и интересоваться, что это за чувак, почему его репостнул мой друг и так далее. Так что следует агитировать людей, лайкать, комментировать, делиться и так далее. Это реально работает. И вам будет приятно, и чуваков не затруднит просто лайк или коммент написать. Это всего лишь там 2 секунды. А вам это сильно поможет. Далее насчет оптимизации видео. Это очень, это реально очень важная тема, когда ты только начинаешь работать на ютубе. И снимать свои любимые видосики и так далее. Нужно прописывать максимальное количество тегов. Нужно прописывать максимально точное описание, максимально точное название. Делать больше ключевых слов на тему тех видео, которые вы сняли. Что такое ключевые слова? Это те слова, за которые будет цепляться поисковик. То есть если в поисковик вбить какое-то определенное слово, то ваше видео будет выбиваться там в первых сотнях может в видосах и так далее. У меня есть видео также на тему оптимизации видео. Там я рассказываю все подробнее. Если реально интересно, ссылка будет тоже в описании. Сейчас просто скажу коротко, что нужно прописывать как можно больше тегов, там всего лишь можно использовать 500 символов, используйте все 500 символов. Прописывайте не максимально длинное название, а просто такое длинненькое, хорошее название, за которое можно зацепиться, за которое будет закрепляться Google и поисковик, YouTube и так далее. Следующий пункт, я бы так сказал, это тематика канала, поскольку, ну, стоит выбирать именно одну тематику канала, делать видео на одной тематике канала. Ну, знаете, некоторые каналы, вот вы любите, заходите к ним на канал, смотрите, а там какие-нибудь интересненькие видосики, там не знаю, допустим, чувак снимает летсплей, вы очень любите смотреть у него летсплей, они там офигенные, офигенные, крутые, но тут бац, на его канале выходит чат-рулетка, вы такие, блять, что, прости, я на тебя подписался не за этого. Эти видео не будут смотреть люди, которым интересен один контент на вашем канале, но не интересен другой. Во-вторых, некоторые люди будут отписываться, думая то, что вы сменяли контент полностью, а им такое смотреть неинтересно и не будет никогда интересно. Так что старайтесь снимать видео примерно в одной тематике, да, там можно иногда редко выходить за рамки, когда там что-то случается, когда вы хотите там повысить качество на канале, там добавить камеру и так далее, но резко прыгать из тематики в тематику не советую. Поскольку подписчики они такие, они могут любить вас за то, что вы делаете там крутую чат-рулетку, но не любить вас за то, что вы делаете летсплей и наоборот. И со временем им просто надоест пропускать ваши видео в подписках, они вас уберут с подписок нахер, чтобы вы не мешались им. Даже несмотря на то, что другие ваши видосики для них были очень крутыми. А, еще, я сделаю так же, как и в прошлом видео, самопиар в комментариях под этим видео я удалять не буду, то есть если вы будете писать, подписывайтесь на меня и так далее, я это удалять не буду. Чтобы люди смогли самопиариться в этих комментариях, чтобы им больше аудитория пришла и так далее, но не борзейте. Будьте борзеть, давать ссылки на свои видео, на свой канал, ютуб вас в комментарии не пропустит и ваш коммент улетит нахер в бан. Не борзейте в комментариях, вы можете самопиариться, но не слишком борзейте. Только под этим видео самопиар разрешен по другим видео, я буду самопиар удалять, я его и сейчас удаляю и всегда буду удалять. А вот под этим видосиком можете немножко попиариться, вдруг вы найдете себе какой-то интересный канал в комментариях или на ваш экран кто-то сможет подписаться, потому что вы там крутые. Также советую поиграться в комментариях взаимоподпиской. Ну, вдруг что, всякое может быть. Следующий пункт, это очень банальный пункт, на мой взгляд, это покупка пиара у каких-либо сайтов или у каких-либо ютуберов Это реально очень и очень рабочий метод Но для того, чтобы он работал, ваш канал должен уже заинтересовывать людей своим контентом, оформлением У вас должна быть хорошая аппаратура и так далее Поскольку если вы вкладываетесь в пиар, стоит подумать, а вот нужно ли покупать пиар все-таки Посмотрите на свой канал трезвой головой То есть посмотрите, вот если бы вы нашли ваш канал в поиске, вот вы свой канал нашли в поиске Вы бы на него подписались? Посмотрите на свой канал объективно со стороны Скиньте его своим друзьям или просто знакомым, желательно знакомым, поскольку друзья тебя будут троллить Говорить, ха-ха-ха, лалочка, бля, видосики снимают на эту пидор Так что лучше скиньте этот видос знакомым, поспрашивайте у людей Если все говорят, да, вроде неплохо, окей, покупайте пиар, это для вас окажется реально эффективной штукой Выбирайте тех, кто снимает похожие с вами тематики Делайте монтажики по играм, пиаритесь у кого-то, где делают монтажики по играм Делайте бьюти-блоги, убейте блогерш, пиарите Почти все, да, наверное, все русские, русскоязычные, СНГшные ютуберы Продают пиар в начале ваших видео За рубежом такого нет, поскольку им это нахрен не нужно А вот у нас это частенько происходит и так почти делают все Даже я продаю свой пиар, ну, это так, к слову Еще один такой небольшой советик Вот вы залили видео себе на канал Рекомендуйте в конце вашего видео другие свои видосики То есть вы сняли видео и в конце видео говорите Чуваки, у меня также есть вот эти вот видосики какие-то на канале Советую туда заглянуть, во-первых, если человек дострелил ваше видео до конца Он, скорее всего, вас заинтересовался, вы ему интересны И посоветовать другой ваш видос ему будет очень в тему Поскольку он дострелил видос до конца, ему интересно А тут вы ему еще, бац, видос в лицо кидаете Он такой, пойду-ка я еще один видос посмотрю И так вы будете нагонять трафик себе на видосики То есть люди будут переходить, переходить, переходить Те, кто будут встретить ваше видео до конца Они такие, типа, о, да, вот, ссылка на другой видос Так будет им проще, так будет вам проще И так будет больше трафика на ваших видео Вы будете больше просмотров получать Реально важный пункт, я его подчеркну еще раз, хотя в прошлом видео я его упоминал, это оформление и трейлер вашего канала. Трейлер в прошлый раз я не упоминал, но в этот раз нужно упомянуть. Ну, я думаю, с оформлением все понятно. Поскольку, когда люди заходят на ваш канал, они первое, что видят, это главную страницу вашего канала. И большинство подписок по статистике приходится именно с главной страницы канала. То есть, как люди к вам на канал зашли, они видят вашу шапку, аватарку, превьюшки, какое-то видео, которое вы там показываете на трейлере вашего канала. И они уже решают, подписаться на ваш канал или нет. Так что советую вам поиграться с оформлением, сделать его реально крутым. Советую также поискать себе какого-то дизайнера в интернете, групп вконтакте дизайнерских реально очень много. Найдите какого-нибудь дизайнера, который сделает вам там за 100-150 рублей шапку и аватарочку на ваш канал, реально крутую. Чтобы люди, которые зайдут к вам, они видели офигенное оформление и понимали то, что стоит, наверное, подписаться на вас. И также сделайте какой-то трейлер себе для канала. Не знаю почему, но у меня не доходят руки сделать какой-то трейлер для канала. Однако, если у вас есть трейлер для канала, те, кто зайдут к вам на канал, первое, что они увидят, это трейлер вашего канала, который вы поставите себе на главную страницу. Вы там расскажете, там, в течение 20 секунд, что у вас есть на канале, люди такие, окей, окей, теперь знаем, на что я подписываюсь. Я считаю то, что это довольно адекватная тема. Далее идёт ещё такой же банальный совет, но и этим советом я пренебрегаю, и честно, я в этом не виноват, поскольку видео часто я делать не могу, а часто видео делать нужно. И совет именно в том, что делайте больше видео. Я сам замечал у себя по статистике на YouTube-канале, вот захожу у себя в аналитику, только смотрю, хм, мало человек смотрит и мало подписываются. Так вот, в момент застоя, когда на вашем канале не выходят видео, люди начинают плавненько отписываться. В это время на вас подписывается меньше человек, чем обычно подписываются на ваше видео, и в ваших видео меньше просмотров. Ваш канал, в принципе, теряет статистику, когда вы не делаете видео у себя для канала, поэтому большой и огромный совет это делать видео почаще. Если у вас не получается делать видео чаще, делайте их максимально часто, насколько это возможно. Хотя бы, хотя бы так. Я вот стараюсь, как только появляется шанс видео записать, я записываю. Как только переходит идея, я стараюсь что-то записать. Иногда, конечно, я потом это все удаляю и так далее, поскольку иногда в голову приходят дурные идеи. Допустим, недавно я хотел записать видео про синего кита. Как вы знаете, этот долбобистический тег в интернете, который там самоубийцы, группа самоубийц и так далее. У меня есть огромный пласт мысли на эту тему. Но я понимаю то, что если я залью этот видос себе на канал, скорее всего, люди его не воспримут. Напишут в комментариях, типа, ты инфоблядь и так далее, отписка дизлайк. А вот иногда у меня огромное желание пообсуждать какую-то тему в популярном интернете. Не потому что она захайпит, а потому что у меня есть свое мнение на эту тему. Я хочу его высказать. Очень сильно иногда появляется желание сделать подобное видео. Но почему-то мне кажется, что людям стало бы это не очень интересно смотреть на моем канале. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, кстати, пишите в комментарии. То есть, если вы думаете, стоит, не стоит такие видео снимать. Мне будет реально интересно и полезно почитать, поскольку, ну, мне реально интересно. И вдруг именно ваш комментарий изменит будущее моего канала. Откуда вы знаете? Последнее, знаете, тоже важная значительная часть. Поскольку вы снимаете видео на YouTube. Вы видите, что на вас там, допустим, не подписываются столько людей, сколько вы хотели, чтобы они подписывались. Вы сидите и такие, эх, черт, пойду-ка я отсюда с YouTube нахрен, это какая-то дохлая тема. Так вот, не стоит забрасывать, не стоит свой канал гнобить, не стоит сдаваться, в принципе. Поскольку у всех ютуберов в начале их YouTube-карьеры был полный пиздец. Зачастую популярные ютуберы или другие ютуберы где-то в течение года или двух вообще не набирали подписчиков. Они нихрена не набирали, пока они начали разбираться, чё и как на YouTube работает, чё как делать и так далее. Пока их контент не доходил до того момента, когда уже их реально стало интересно смотреть. Так что, если вы реально хотите YouTube заниматься, не стоит задаваться, просто берёте и делайте. Продолжайте делать то, что делали раньше, начинайте делать что-то новое, может именно это принесёт вам популярность. Ищите ту свою единственную тематику, которая будет интересна вам, вашим зрителям и так далее. Поскольку, если вы сами будете заинтересованы в том, чтобы делать видео для своего канала в плане того, что вам интересно делать видео, Снимать летсплеи там допустим и так далее То люди реально будут видеть то что вам интересно Рассказывать что-то в этом видео Вам интересно играть в эту игру там и так далее Если заинтересован сам ютубер в процессе того что он делает То заинтересованы будут его зрители Поскольку зрители видят когда ютуберу интересно Когда ему скучно, когда ему плохо и так далее Это все видео отображается Да и вы всегда когда снимаете видео Передаете свое настроение своим зрителям Если видео печальное, страшное и так далее Людям будет или грустно Или они будут бояться и так далее Задайте настроение своему каналу что ли, грубо говоря. Развлечения и позитив на ютубе всегда тащат и будут тащить. Канал со страшными историями также есть, но их меньше, но они все прикольные. Знаете, иногда довольно-таки прикольно сесть ночью, гулять какой-нибудь канал со страшными историями и немножко-таки обосраться пару раз. Ну или поугарать над своими друзьями, попугать их и так далее. Я считаю то, что для второй части видео про то, как набрать больше подписчиков на свой канал и раскрутиться с нуля, достаточно информации. Также можете глянуть мое прошлое видео на тему, как набрать больше подписчиков. Ссылка на него будет также в описании. Давайте наберем на это видео 4000 лайков, чуваки. Мне будет очень приятно вам всего лишь класнуть кнопку под этим видео. Также пишите в комментариях слово подписчики, если вы дострелили это видео до конца. Так я пойму, что вы крутой чувак, который смотрит мое видео до конца и у вас появится шанс попасть в мое новое видео. Поскольку я выбираю рандомный комментарий своих комментариев и вставляю его в начало в топ коммент. Так что пишите комментарии и у вас будет шанс попасть в мое новое видео. Повторюсь еще раз. Так что с вас лайк, комментарий и подписка на канал. Подписка это очень важная штука На моём канале вы найдёте ещё много всяких интересных видео Вот, кстати, два видосика Которые вам также могут понравиться И вот, с вами был Дориан Гарнет Увидимся в новых крутых и очень крутых видео Надеюсь Всем пока Субтитры подогнал «Симон»